Проповедь сегодня будет называться «Судь и милость» или «Милость». Знаете, я слышал одну такую запоминающуюся историю одного пастора. Реально слышал эту историю. Это история жизни. Одно время этот пастор проживал в Монтане. Кто-то из вас бывал в штате Монтана? Супер! Я не был никогда, к сожалению. Знаю только, что называют этот штатом большого неба. Большого неба, да? За то, что это штат огромных размеров. Там такое ощущение, что цивилизация туда еще не пришла. С научно-техническим прогрессом, урбанизацией. Городки маленькие. Столица Хеллингород до 30 тысяч людей. Самый большой город 100 тысяч людей. Красота! Нет этих трафиков, вы себе представляете. Хотя кто хочет, тот и там найдет. Трафик и все остальное. Природа, говорят, просто сумасшедшая. Я не знаю, но говорят, там скалы, водопады, озера, реки. Эти ходят буйволы, да? Не буйволы, бизоны, я имею в виду. Бизоны, наверное, олени. Все это не тронуто. Все это, как вот было, наверное, тысячи лет назад. Почти все так же. Расстояние между городами большое. И не так, как у нас тут. Бурбан, Глендейл, Пасадина, и все не поймешь, все так слилось в одну кучу. Расстояния большие. И между этим расстоянием одна природа, и только природа. И это прекрасно. Так вот, один пастор направлялся с одной точки в другую точку. Причем по живописнейшим местам. Это была его самая любимая дорога. Она извивалась вдоль речушки, которая была не столько большой, сколько вот такой, знаете, быстрой. Это было все очень-очень красиво. Это был май месяц. Все было зелено, все было чудесно. Настроение у нее было приподнято. Он, как всегда, помолился, пригласил Иисуса. Иисус, присаживайся, ну, как это бывает с людьми верующими. И начал свое движение по этой замечательной красивой дороге. Настроение было просто, просто непередаваемое. Только Иисус, Он и этот Эдемский сад, по которому Он ехал. Не жизнь просто рай. Но в наше время, в нашей жизни рай не может продолжаться вечно. Миль через десять он услышал какой-то звук, который не вписывался в эту гармонию, которая была у него в душе. Он глянул в зеркало заднего вида и увидел, что сзади спорткар пристроился прямо вот вплотную. Пастер ехал со скоростью. Лимит 50 мильчас. Он ехал 50 мильчас. Как и положено. Тем более, Иисус рядом был. Все надо было делать хорошо. А этот, эти люди, они явно, он глянул, молодые два человека сидят спереди. И они явно не привыкли к такой скорости. Тем более, машин нет. Пустынно. Конечно, пастор мог бы съехать куда-нибудь на обочину, да, уступить дорогу этим людям. Ну, а встречная полоса, только две полосы. Двойная, сплошная. Обгонять нельзя. Пастор мог бы все это сделать, но он подумал, кто же научит этих молодых людей разуму, если не пастор. А молодые люди продолжали сигналить и сигналить, и прям нависать, что он сделал. Снизил скорость до 48 миль. И улыбаясь, спокойно смотрив в зеркало заднего вида, ребята позади, их это огорчило. Их это огорчило, судя по жестам, пальцами, руками, они были недовольны. Что сделал пастор? Он еще снизил скорость. Ну, тут уже эти ребята взбесило, так взбесило. Он слышал какой-то грох от двигателей, орев. Эта машина вылетает на встречную и обгоняет этого пастора. И уехали вперед. Пару минут пастор жаловался Иисусу, какая сейчас молодежь. Не то, что раньше. Что это за молодежь? Никто ими не занимается и так далее и тому подобное. Куда они катятся вообще? Так прошло несколько минут, но все равно потом это природа, это умиротворение, это музыка. И пастор вернулся в состояние, в котором он находился. Мир через 15 по дороге он увидел, впереди мигают полицейские сирены. Подъехав ближе, он увидел, на обочине стоит абсолютно целый и невредимый этот спортивный кар зеленый. Рядом стоит полицейский, что-то записывает куда-то. Бог есть на свете. Подумал, пастор подъезжает на маленькой скорости мимо, движения же нет, открывает окошко, улыбается на все 32 этим двум молодым. Говорит, have a nice day. Друзья, это мы говорим о справедливости. А какие у вас ассоциации со словом справедливость? Какие у вас ассоциации? Такие, знаете, бывает, что хоп, у меня ассоциация, хоп, у меня ассоциация. Слово справедливость? Нет. Нет ассоциаций? Нету справедливости. А, нету справедливости. У меня ассоциация слово суд. Знаете, суд, наш суд, самый справедливый суд. Это я с Советского Союза родом, просто ничего не могу поделать. Самый гуманный, самый справедливый. А как вот вы воспринимаете это слово справедливость? Вам нравится, когда справедливость проявляется по отношению к вам? Или когда справедливость более по отношению к другим людям? Я сейчас поясню. Вот смотрите, насолили вы кому-то? Ну и человек ответил вам тем же, что насолил вам. Справедливо? Как бы справедливо? Нравится вам? Ну, карма, да? Ну, так себе. Или вам нравится, когда человек вот превысил скорость, надо ехать 35, а он ехал 52. Ну, как я, например. И штраф такой, ах, 500 долларов. Если штраф их справедливый, так со стороны, вот с кем-то, если случается, еще терпимо, да? Когда справедливо случается с нами, и мы не правы при этом, то как-то не очень. Не будем кривить душой. Мы любим, когда поступать справедливо с теми, кто этого заслуживает. Но когда это касается нас, мы хотели бы, чтобы с нами отнеслись более снисходительно, более милосердно. Как-то попытались нас понять. А если бы нас простили, то вообще. Знаете, есть такая фраза Бенита Муссолини. Она звучит так. Друзьям все, врагам закон или врагам справедливость. Это примерно по сути, да, о том, что я говорю. Чтобы никого не обидеть, я хочу вас спросить. Кто-то есть в этом зале, кто никогда, кто не грешит и никогда не грешил? На всякий случай я спрашиваю, чтобы никого не обидеть. Ну, вот и хорошо. Тогда это относится ко всем. А то иначе мне пришлось бы извиняться, знаете, не ко всем, кого-то обидел. Давайте с вами прочитаем или послушайте Рильмена 6, глава 23 стих. Ну, причем я его разделю на две части. Первая часть. «Ибо возмездие за грех смерть». Это справедливо. Друзья, это Господь, Он хозяин, законы такие создал. Грех, смерть, Ему же виднее. Не поспоришь, заслуженно, справедливо. Вторая часть. «А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе наш». То есть, все мы без исключения должны умереть за свои грехи. Это справедливо. Причем не просто умереть, как однажды все умирают, а умереть навсегда. Но наш Господь, Он абсолютно незаслуженно, незаслуженно, не заработали ничем. Никакими делами, никаким поведением, ничем. Незаслуженно с нашей стороны, Он проявляет к нам милость. То есть, дает нам дар. Что это за дар, друзья? Прощение грехов и жизнь вечной. Что за дивный, добрый, любящий Господь? Мы так вот привыкли, оно, знаете, вот так вот пролетает мимо нас. Но так вдумайтесь, на самом деле. Вдумайтесь. Чего это стоило ему? Знаете, если бы это ему ничего не стоило, то можно было бы еще засомневаться. Но это ему стоило. И очень многого стоило. Потому что характер его такой. Он справедливый. Но его милость, она превозносится над этой справедливостью, над судом. Даже так. А как же справедливость? Ведь он же и справедливый. Как же так? А вот потому лик Христа, он был обезображен более всего. Паче написано любого человека. То есть, не было такого человека, которого бы когда-то избивали, и он выглядел так, как Христос. Так это говорит Библия. Можем поверить, можем засомневаться. Вот поэтому над Сыном Божьим издевались. Плевали ему в лицо. Его били. Его не просто били, его ломали плетьями. Каждый удар этой плети, он вырывал кусочек кожи, кусочек тела. Живого тела. И при том всем, он мог это остановить в любой момент, но он не останавливал, потому что он любил нас и любит. Он знает, что если он остановит это в угоду себе, то мы пропадем. Это было справедливо, потому что Господь, Он милостив и Он справедлив. И то, что заслуживаем мы, это наказание понес Христос. А все потому, что милость, она превозносится над справедливостью. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечной. То есть, Михея 7 глава, 18 стих, есть еще такой замечательный, я под редакцией Кулаковых себе выписал. «Если Бог подобный тебе, который прощал бы вину и отпускал грехи остатку наследия Своего, не держишь ты гнева в сердце Своем, любишь являть милосердием». Знаете, в Святом Писании есть такие исключительные случаи, когда кажется, что Господь не такой, как в Новом Завете, Он какой-то суровый, какие-то суды над какими-то народами, знаете, и кажется, как-то Господь добрый, мы понимаем все, но вот здесь как-то суровый. Знаете, но это потому, что мы не смотрим на всю картину целиком. Если мы смотрим на всю картину целиком, то увидим, как долго Господь долго терпит этих людей, долго терпел эти народы, которые принесли заслуженное наказание. Мы знаем и то частично об их аморальности, об их идолопоклонстве, они даже приносили в жертву своих детей, не останавливаясь ни перед чем. Это безумие Господь терпел много-много, иногда сотен лет. Я не знаю, праве или нет, но я твердо убежден, что Господь, Он никогда не отвернется от одной живой души, от последнего грешника, если есть хоть какой-то мизерный шанс, что эта живая душа, она покаяться. Он никогда не оставит этого человека. Этим и объясняется, что очень многие люди, мы думаем, как этого человека носит земля, но его носит земля. Значит, не все еще потеряно. И только когда такой человек переступает какую-то черту, знаете, черту такую невозврата, деградации какой-то, тогда, когда уже нет невозврата, и этот человек не только себя, не только сам катится, а еще и катит за собой кого-то, прихватывая туда вниз, к смерти, вечно к смерти. Тогда Господь действует стремительно, тогда Господь изолирует этого человека, убирает, как это было Содом и Гамор. Вспомните многих нечестивых царей Израиля. Вот, например, Ахау. Мне почему-то всегда Ахау приходит. Этого подкаблучного человека, слабовольного, который довел Израиля до необычайного отступничества. Необычайного. Но Господь, казалось бы, устранил его, Господь. Сколько вреда от этого человека, но сколько Господь благотерпит. А может, он образумится, а может, он раскается. Помните, Илья бежит перед колесницей, что-то хочет доказать Господь через людей, что-то хочет показать этому человеку. В третьей книге «Царств», 21 глава, есть история, как при помощи своей жены, руками других людей убивается невинный человек. Навуфей, из-за своего виноградника, всего лишь из-за того, что он не захотел его продать. И мы помним, как Господь посылает Илью, и Илья передает Ахау в точности то, что сказал ему Господь. Что он там сказал, 21 глава, 27-28, можете высветить, я могу своими словами. Он просто пересказал, что будет с ним, что Господь очень недоволен, и что будет с этим человеком. Но замечательно не это, замечательно и другое, вот как раз здесь, 27-28. «Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально». И было слово опять к Илье, Господь говорит, или Фесвитянина, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мной Ахав, и за то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Друзья, вопрос, надолго ли хватило Ахава? Долго ли он оставался таким смиренным? Может быть, он свою жену отправил туда, к теще, к тестью, назад, которая его к этому подталкивала. Стал праведным царем, богобоязненным. Ничего этого не произошло, мы с вами знаем. Ничего не произошло, друзья, но Богу виднее. Богу виднее. Бог не ошибается, друзья. Это аксиома. Здесь нечего доказывать. Если Господь так поступил, то значит, Господь чего-то ожидал, значит, был какой-то шанс у этого человека. Просто Ахав не оценил эту милость и любовь. Увы. И это не идентичные примеры, не единичные примеры. Таких примеров много. В книге «Бытие», 15 глава, 16 стих, Бог в видении показывает Авраму, а Он открывает ему будущее, будущее, что Он произведет от него народ, что этот народ попадет в плен и будет угнетать 400 лет в Египте. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Марии в доселе еще не наполнилась». Друзья, это не просто какая-то хронология, когда Господь говорит, ну, сейчас вот эта мера беззакония наполнится, я выполню то, что давно хотел. Бог ожидал, друзья. Бог ожидал. Сколько лет Он ожидал? То есть в четвертом поколении сколько это лет? 500, 700. Я не высчитывал. Я, честно, не высчитывал. Но это много, друзья. Даже если это 500 лет, это очень много. Бог дает этим мереям шанс, ожидая их покаяния и исправления. А иначе зачем все это, друзья? Псалм 102, с 8 по 13 стих. Пожалуйста, если хотите. «Счедрый, милостив Господь, долготерпеливый многомилостив, не до конца гневается и ни вовек негодует, ни по беззакониям нашим сотворил нам, и ни по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа над боящихся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наш. Как отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его». Я хочу, чтобы вы немножко расслабились, чтобы вы такие серьезные, а я нет. Хочу вам еще одну историю, это уже, наверное, вымышленное рассказать, про милость, которая случается. Один немолодой уже человек всю жизнь мечтал купить спортивный автомобиль. Видите, как сегодня, спортивный автомобиль. Накопил эти деньги, пошел в салон и купил новенький корвет. Выехал из салона, развил хорошую скорость, 100 миль в час, что запрещено, конечно же. Видит мигалочки уже. Думает, сейчас я от них оторвусь. 110. Думает, я уже не такой молодой, что вот эта вот вся эта возня. Все равно, что как бы найдут. Снизил скорость, припарковался. К нему подходит полицейский, видит за рулем нормальный, почтенный человек, не молодой какой-то там, расшибай. Говорит, послушайте, моя смена, она заканчивается через полчаса. Если вы можете мне сказать какую-то причину, почему вы ехали с такой скоростью, я вас отпущу. Говорит, понимаете, офицер, год назад моя жена ушла к полицейскому. Когда я увидел сирены позади, я подумал, что вы хотите ее вернуть. Полицейский посмеялся, говорит, счастливого пути. Это я просто вам о проявлении незаслуженной милости. Все любят милость, друзья. А теперь невымышленная история, записанная в Евангелии от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. Помните эту историю? Наверное, наизусть знаете. Ну, конечно же, знаете. Это когда Иисус по обыкновению своему учил в храме, вокруг собрались люди, и тут Он слышит какой-то шум. Какой-то шум, люди кричат, тянут кого-то. Притянули женщину, взятую при любодеянии. Они так и говорят. Это женщина, взятая при любодеянии. Учитель, что поверишь с ней делать? Потому что закон Моисея говорит, что ее надо побить камнями. Иисус, казалось бы, не замечает, что они говорят. Что-то наклонился низко и пишет. Но они продолжают наседать. Тогда Он говорит им, а кто без греха, пускай первый бросит на нее камень. Друзья, на Библии они повествуют, и Он дальше продолжает писать. Точно, что же Он писал? Но есть такая теория, Он же Бог. Писал Он примерно это. Анания, ты был с этой женщиной в четверг. Кто еще? Что-то имена повылетали. Захария, ты был с ней две недели назад. Александр, ну, Александр уже не библейский. Ну, ничего, пойдет. Александр, ты планировал встретиться с ней скоро. Друзья, я не видел это. Я не знаю, как это происходило, но Он же Бог. И Дух Святой обличал их. Камни поопускали. Камни поопускали, все разошлись. И тогда Иисус говорит ей, женщина, где твой обвинитель? Никто не осудил тебя. Она ответила, никто, Господь. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди, и впредь не греши. Знаете, милость нашего Господа бескрайняя. Насколько Он любит. Я иногда задумываюсь, насколько Он любит меня. Он до мелочей. Знаете, я что-то молю, какие-то свои такие, какая-то мышенная возня. Казалось бы, где Бог, где я? Но все слаживается. Бог помогает. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что это не что-то такое, не вопросы жизни и смерти. Он все равно на них сходит, и все равно помогает, и все равно милует, и все равно прощает. А не надлежит ли нам так, друзья? Проявлять больше милости и меньше судить людей. Есть невымышленная история, как один человек, когда-то был вполне порядочным человеком, у него была семья, у него была хорошая работа, высшее образование у человека. Я не помню, кем он был. Это невымышленная история, это действительно реальная история. Потом происходит трагедия в жизни этого человека, его ребенок умирает. И знаете, он не справился с этим. Он стал пить. Естественно, потерял работу, естественно, жена от него ушла. И не просто, знаете, есть люди пьют по чуть-чуть и пьют. Есть люди, которые просто становятся дебоширами, их там бьют, они кого-то бьют, вот такое вот. И вот однажды куда-то он перемещался в этом полупьяном угаре, заходит в какую-то электричку, громко говорит, ну, нарывается человек. Он даже пытался покончить же самоубийством, ну, вот как-то вот не получалось. Он прям нарывался на неприятности. Люди, в основном пенсионеры, все как-то шарахаются, все что-то осуждающее, там шепчут, бормочут все. Там находилась одна женщина с ребенком, этот ребенок испугался, эта девочка испугалась. А мама говорит ей, не бойся, доченька, не бойся, это дядя, он не злой. У него просто душа болит. И знаете, этот человек услышал эти слова. Он услышал просто эти слова, это было не осуждение, в отличие от всех остальных, что он привык уже слушать последний, не знаю, год, может больше. Это была милость. И это настолько поменяло его жизнь, что вот эти слова, хотя он был в таком состоянии, они изменили жизнь этого человека. Он бросил пить, он вернул себе работу, я не знаю как, но он разыскал эту женщину, усыновил этого ребенка. Бывают и такие случаи, друзья. Знаете, осудить мы любим, действительно. Можете сказать, ты сейчас сидишь здесь, стоишь здесь и судишь. Даже здесь в церкви мы привыкли судить. Если что-то выходит за рамки наших традиций, наших устоявшихся представлений, то мы тут же остро реагируем, даже если в Святом Писании нет четких каких-то указаний. О, что это? Она на себя напялила, плечи-то видны. А юбка какая короткая, колени видны. А если еще у кого-то серьги, у этой женщины серьги в ушах. А если в носу? Это же вообще взрыв мозга. Хотя, знаете, я не знаю, я не знаю вообще, говорить это или нет, вы будете меня критиковать. Окей. есть в Библии Езекииле 16 глава, с 9, не помню по какой текст, есть такие слова, где Бог обращается к своему народу, обличает его через пророка Езекииле. Мы прочитаем только кусочек текста с 9 стиха, 16 глава Езекииля. Омыл я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя и леем и наделал на тебя узорчатое платье. Это Господь говорит. Господь. Это от первого лица. И обул тебя в софьяновые сандалии и поясал тебя весоном и покрыл тебя шелковым покрывалом и нарядил тебя в наряды и положил на руки твои запястья и на шею твои жерелья и дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим и на голову твою прекрасный венец. Не буду долго рассолить, что это, друзья. Это от первого лица. Это пророк не от себя говорит. От первого лица, от Бога. Это как-то не вяжется с нашими традициями. Это как-то ломает наши стереотипы. В целом традиции вообще на самом деле это неплохо. В целом традиции это хорошо, если только они, знаете, если только эти традиции, они не дороже для нас, чем люди. Если эти традиции становятся дороже, то это не угодно Богу. А как мы судим людей, если то, что они говорят, мы можем не судить это так, просто как бы открыто, чтобы не обидеть кого-то. Но если эти люди говорят о Боге не так, не просто что-то плохое говорят, они говорят неплохое, просто это, они говорят по-другому. Это не соответствует нашим представлениям. Мы говорим, что это о Боге, но это не соответствует нашим представлениям. И знаете, иногда создаётся такое впечатление, что есть люди, которые на 100% правы, просто на 100% и точка. Знаете, повторюсь, в Библии есть что-то ясное, очевидное, с чем не стоит спорить. Но есть что-то, что не совсем открыто. И будьте осторожны осуждать таких людей, а вдруг этот человек правее вас в этом вопросе. А что такое может быть? С кем угодно, но не со мной. Со мной никогда, друзья, а это уже фанатизм. Так почему же мы судим людей, хотя мы знаем чётко и ясное повеление Бога, не судите и не судимы будете. Всё очень просто. Мы судим других, чтобы обелить себя, друзья. Одна простая причина. Мы судим других, чтобы обелить себя в своих собственных глазах, в глазах окружающих нас людей. Потому что если мы кого-то испачкали, то мы же выглядим чище. Я пришёл, у меня здесь пятно. Но если у моего соседа он полностью весь вывален, кто будет обращать внимание на моё пятно? И это работает, с людьми это работает на сто процентов, но это не работает с Богом. Бог знает нас, Он знает, что внутри нас, Он знает наши мотивы, наш истинный мотив. Но если мы ходим перед людьми, а не перед Богом, то и мнение людей для нас значит больше, чем мнение Бога. Как бы мы ни говорили, как мы любим Бога и как важен для нас Бог. Но если мы не ходим перед них, перед Богом, а ходим перед людьми, то мнение Бога для нас на втором месте, как минимум. Есть, конечно, вещи, на которые мы должны реагировать. Есть вещи, ну, мы обязаны реагировать. Открытые грехи, откровенное хамство. Мы должны сказать человеку, что он ведёт себя неправильно. Но делать это нужно настолько тактично, настолько с любовью, что это могут делать далеко не все. Потому что если нет любви к этому человеку, настоящей любви, то не стоит пытаться, потому что можно просто повредить, можно убить его в веру, этого человека. Не нужно говорить, лишь бы сказать, высказаться, либо высказать какую-то неправоту его. Это опасно. Я знаю человека из Новой Одессы, откуда я, и не только я один знаю этого человека. Он рассказывал, что когда-то, когда его жена, она первая начала ходить в церковь, когда его жена начала посещать церковь, ему стало любопытно, что же это за церковь. И он пришёл в эту церковь. На таком волнении, на таком подъёме. Он пришёл в церковь. Кстати, не знаю, то ли в Новой Одессе, то ли в Бурске. Он пришёл в эту церковь, ну, а человек просто мирской. Пришло время, ему захотелось закурить. Он вышел во двор и закурил, как всегда это дело. Тут подошёл к нему то ли пресвитер, то ли дьяко. Поговорил с ним по душам. Одним словом, этот человек говорит, в следующий раз я пришёл в церковь через пять лет. Хорошо, что он вообще пришёл в церковь. Знаете, человек, которого осуждают, он может замкнуться, может отстраниться от вас. И вы вместо канала, которым могли бы быть, сколько хорошего Бог мог бы через вас сделать для этого человека, вы становитесь таким, знаете, камнем преткновения или тормозом, или убийца веры, как хотите, можете называть. Господь очень много может сделать, если мы послушны Ему. Всем вам хорошо известна притча о царе, который простил должнику десять тысяч талантов. Друзья, это же об этом. Это же об этом. Бог прощает нам куда больше согрешений, не судит нас. Или судит? Прощает, но напоминает нам. Нет, друзья, Он не судит. Он забыл о них. А если мы осуждаем ближнего, то значит, что мы не прощаем его. А как Бог поступил с человеком, который не простил ближнему своему сто динария, да, по-моему? He changed his mind. Он передумал прощать его, друзья. И тоже может быть мы с нами. Если мы не прощаем ближних своих, то и Господь может не простить нас однажды. Не судите, и не судимы будете. Матвей, 7 глава, 1 по 5 стих. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будет мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как выну сучок из глаза брата твоего. Друзья, я должен перед вами покаяться Мне серьезно покаяться Катя не слышит меня Да, она не знала на самом деле Знаете, я люблю шутить И это хорошо, я так думаю Но не все так думают Вы знаете, в чем разница между сатирой и юмором? Я вам скажу Юмор это когда смеются все Хорошая шутка, смеются все А сатира это знаете, когда не все смеются Когда кому-то больно после вашей шутки Когда кто-то злится на вас И для вас это может быть кажется вполне безобидной какой-то шуткой Но для этого человека это не так Потому что своей шуткой Я понял это только тогда, когда написал эту проповедь Что со шуткой вы осуждаете этого человека Вы делаете ему боль Знаете, я слишком часто при других позволял себе шутить над своей женой Но она не знала, что я буду это говорить Это точно И мне это казалось безобидно Но она очень часто меня просила Каждый раз просила меня Не шути надо мной, при других Уже так А я каждый раз не мог сдержаться Хорошая шутка Как мне казалось И вот Теперь я при всех прошу прощения за это Я буду стараться Это больше не делать Потому что это тоже осуждение Эти шутки это тоже суд, друзья Друзья, я уже почти закончил Буквально там, наверное, минута Человек, который привык судить Он, знаете, он не только вредит окружающим То есть может убить веру такого человека Он вредит и себе Он вырабатывает в себе критическое мышление Пессимизм А самое худшее, знаете, что со временем Ему сложно испытывать благодарность Человек, который судит других Ему сложно испытывать благодарность А без благодарности Это чувство Лишенное чувство благодарности Люди подрывают Чувство счастья и благополучия То есть люди, которые критикуют Которые судят других Они несчастливы Это не я сказал Это действительно исследование Осуждение других людей Негативно влияет на самооценку Если мы критикуем других То мы критикуем себя на порядок больше Даже гораздо более жестко Вот я идиот, забыл ключ Осуждаешь сам себя Такими фразами Так со мной бывает Правда А со временем подсознательно Мы начинаем критиковать Бога, друзья Мы начинаем придираться и критиковать Бога Мы привыкли критиковать Мы привыкли не доверять И мы будем не доверять до конца А если же мы принимаем И пытаемся вместо критики Найти что-то хорошее в людях То мы начинаем ценить это хорошее Искать Мы начинаем ценить Ближних Бога Ведь же Он забывает о наших грехах Он не напоминает нам о них О наших грехах, недостатках Он ищет нас доброе, друзья Доброе для того, чтобы умножить Для того, чтобы усилить Какой же удивительный Господь у нас Слава Ему за все, друзья Вы помните, как Петр, который в отличие От других учеников, которые тоже отреклись от Бога Как он трижды отрекся от Него Трижды Из-за своей самонадеянности Из-за своей самоуверенности Помните, когда Иисус воскрес Встретил, да, учеников Он осудил его Напротив, Он проявил любовь и доверие Любишь ли ты меня? Три раза Он спрашивает Петра Уже Петр говорит, Господи, ну я люблю тебя Ну ты же знаешь, ну зачем ты спрашиваешь? Паси овец моих Сказал Иисус Если любишь Господа, не суди других Не суди себя Исполняй волю Божью Суд Он убивает Милость окрыляет Милость поднимает упавших Дает силы идти вперед Из Бога Пусть нам Господь поможет В этом Давайте помолимся за решение Дорогой отец Я благодарю тебя за Твое милосердие За Твою любовь и за долготерпение Прошу благослови всех присутствующих Тех, кто не смог прийти Исцели всех, кто болен физически, Господи, и духовно Помоги нам, Господи Помоги нам быть честным с Тобой, Господи Помоги нам быть искренним с Тобой Помоги нам, Господи Любить ближних, но ходить пред Тобой, Господи Не перед людьми Ходить пред Тобой, Боже В этом все, Господи Помоги полюбить Тебя более всего на свете Так Ты сможешь поменять нас, Господи Мы Тебе за все благодарим, Отец Все в Твои руки веря Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!